В Красномунике, Эдмон, Красная Уника, Худаян, Челябинская область, Володя Аврацкая, Московская область. В Красномунике, Эдмон, Красная Уника, Московская область, Володя Аврацкая область, Володя Аврацкая область. Весовая категория до 49 кг. Эдмон Худаян, который представляет Челябинскую область против Володи Нацоканяна, который представляет область Московскую. Меня зовут Сергей Фишер и сегодня вместе со мной комментировать в предстоящей поединке будет корреспондент РИА Новостей Василий Конов-Младше. Да, друзья, здравствуйте. Спасибо, что представил Сергей. Я пока временно замещаю нашу ктулованную боксера Артру Битербиева, так что ожидайте, скоро он появится и вы будете услышать его голос. Пока, да, первый бой одной-второй финала Чемпионата России, мужского Чемпионата России в Самаре. Сергей сказал уже, что это минимум бронза, но давайте напомним, что призовой фонд Чемпионата России вставляет 10 миллионов рублей, которые будут распределены как раз между призерами этого турнира. Соответственно, уже эти два боксера как минимум заработают. Давайте порадуемся. А если еще и уйдут в финал и выиграют в финале, то могут отсюда уехать в родной город на целый Ладивест. Да, пока заметно, что Эдмонд Худаян, конечно, силовой боксер, очень много ударов он выбрасывает, и это ощущается, слышен тоннаж. Ну так, резво начали оба боксера. Без какой-либо разведки сразу бой. Сейчас только что общался с Женей Тищенко, он как раз сказал, что особенность Чемпионата России в том, что порой здесь бои намного зрелищнее и интереснее, чем на более крупных турнирах. Он сам напомнил, что вот я всего два раза выиграл Чемпионат России, представляете, да, с учетом того, что и Олимпийские игры, и Чемпионата мира, и Чемпионаты Европы он везде становился победителем. А тут бах, вот Чемпионата России, да, и такая особенность, что в одной восьмой финалу тебе такое сопротивление может оказать, что такая офигенность. Да, что стоит сказать по поводу Худаяна. Он призер Чемпионата России в 2016-2017 годах брал на обоих турнирах бронзовую награду. Сейчас поджал Худаян в углу своего оппонента. Неплохое попадание и сразу же отвечает на Цыганян. Да, как хорошо слышны подсказки тренеров, да. Да, постоянно двигается Володя Мнацаканян. Ух, а какое мощное попадание слева от Володи Мнацаканяна. Снова попадает Мнацаканян. Идет вперед Эдмонд Худаян. Итак, друзья, завершился первый раунд этого поединка. Ну что, отличное начало. Да, действительно зрелищно. Есть на что посмотреть. Эмоции, подсказки тренеров. Все круто, пока так. Очень резво начнем, боксерам не нравится. 96-го года рождения представляет Российский спортивный студенческий союз. Задись, убежали, филоскоп провел в 198 поле. Интересно, покажем, если нам услышать во время перерыва. Ну, я не так смешно, хорошо. Действительно, мы говорим. Приведущий гендерат России в 2017 году. Его тренера, возбужденный тренер России Сергуллин и Зайцев, Эдмонд Худаян, Челябинский обувь. Красный угол. Итак, друзья, я напоминаю, что это первый поединок сегодняшнего боксерского дня. Весовая категория до 49 кг. Эдмонд Худаян против Володи Мнацеканяна. Слово «попадает» отлично Мнацеканяна. Да, пока солирует красный. Боксерпы с красным углом. Эдмонд. Да, нужно, кстати, сказать, что имя Володя, именно так написано в паспорте у Володи Мнацеканяна. И это имя он получил в честь своего дедушки. Похожа ситуация была с Илояном, с Мишей, но, как я не ошибаюсь, он изменил себе на Михаил. Вот передняя, вот где передняя должна идти. Хорошо. Разорвись, разобрей. Я, правда, не разобрался, какой угол подсказывает. Он устал, устал, бей. Я пока не понимаю, кто из них устал, пока он боксер работает. Сейчас в хорошем состоянии и готовы дальше рубиться. Хорошая сейчас была ответственная рука. То есть, мы не имеем на это. Да, надо напомнить, что весовая категория до 49 кг, к сожалению, не является олимпийской. Да, то есть, из-за этого многие боксеры стараются перенести на категорию выше, чтобы получить возможность выставлять нашу страну на олимпийские игры. Точнее, сначала на квалификацию, потом уже на самих играх. Напомним, да, что именно по итогам этого национального первенства определится состав сборной России, который будет готовиться к играм в Лондоне, к институционным играм в Лондоне в марте следующего года. Сейчас отличное попадание от Эдмонда Хукаяна было. Слева точно в цель. Промыгрывай, промыгрывай. Промыгрывай. Переходи. Быстро все надо делать, быстро. Быстро. По-прежнему старается не застаиваться на Цыганян. Худаян больше пытается действовать в этом бою. Динамичный поединок. Да, интересно, что Эдмонда Худаян боксирует и видно капу. Должен таким образом улыбается, хочет запугать соперника, что у него ничего не страшного. Давай, давай. И подышит. Отличная концовка. Это действительно обратил внимание на то, что у него сильно торчит капа изо рта. Итак, друзья, вот на такой эпической ноте завершился второй раунд этого поединка. Да, пока действительно это смотрится. Очень круто, если все предстоящие 20-19 годы в бою будут такие-то зрители. С Володьом Раскарьян. А вот теперь здесь его надо. Послужить 19-19 годового рождения. Представляет центральный спортивный бухарнии. Я хотел, что вовремя. Только не бросаться. Он бросается, а ты не бросайся. Дерни, обмани. Чемпион московской области. Поведитель перед тем, что вовремя молодежи 19-22 лет в городе Владикавказ. Первый тренер Величко. В настоящее время с Басуром работают тренеры. Пайкин, Кирюков, Горокян. Володя Натсаканян. Московская область. Синий угол. Сито-куда. Не скиньте. Итак, друзья, третий заключительный раунд этого поединка. В передрыве нам представили Володю Натсаканяну. Он 98-го года рождения. И, кстати, боксировал в этом году во Владикавказе. Это был первый турнир в Европе. Да, хороший турнир там был организован. Натсаканян там взял золото. Ну, все, конечно, в России в этом году. В боксерских турнирах на любой вкус бы были. И четвертый миру, и четвертый в Европе. Да, два чемпионата мира среди мужчин и среди женщин. Среди мужчин проходили в Екатеринбурге, а среди женщин в Воланде. И мы с тобой от звонка до звонка отрубили оба турнира. Терпи, Вова, терпи, кричат стрибун. И потом добавляю сразу бей. Хороший подсказ. Терпи и бей. В принципе, да. Бокс-то шахматы на самом деле. Все такое. Терпи и бей. Я бы назвал это универсальным. Универсальный подсказ. Сейчас неплохо встречал на цыканян своего оппонента. Встретить надо, не просто так отходить. Блядь. Вова, встретить надо, встретить. Ух, как мощно сейчас пробили на встречу оба боксера. Причем мы сидим как раз в этом углу, и нам так отчетливо было услышано звук этих перчаток. Да, настоящая, настоящая бойня сейчас происходит на ринге, друзья. На кону выход в финал чемпионата России. Здесь уже было несколько ударов после того, как Эдмонд Худаян оказался за пределами ринга. Чуть-чуть совсем. Остается минута до конца этого зрелищного интересного поединка. Не берусь предсказать победителя, на самом деле, там-то интересно. Да, очень инкурентная борьба. Сейчас хорошо, по-моему, попал Худаян точно справа. Стоп! Да, пока зал заполняется болельщикам, я уже вижу очень много наших титуловных спортсменов. Например, Артур Бутербиев, которого исполнял Рахимчевский. Здесь Алексей Кишенко, Евгений Кишенко, Егор Митонсов, я уже вижу. Все известные наши докторы приехали посмотреть за лучшими спортсменами нашей страны. Но опять же напомним, что самые лучшие здесь участвуют. Ввиду того, что когда я разберусь от Дагута после чемпионата мира. Да, наверное, стоит перечислить, кто не приехал на этот шоконат России. Победители Муслим Гаджимганедов, Глеб Батшиев, Андрей Замковой и бронзовый призер Максим Бабарин. И так, друзья, завершился этот поединок. Он был очень конкурентным. Интересно, каким же будет судейское решение. Крингу приглашают 142-й пары. Артишская, Новосибирская область, Игорь Царьгород, Селк, Татарстанцы. Вторую пару будут судить веки Алтая. Боковые суди Галевский, Губатайев, Шишегин, Никуленко, Чина. А в этом бою победу по очкам в раздельном решении. Итак, друзья, победу в этом поединке. Победу в финале чемпионата России по ссору красного плана. Итак, победу одержал Эдмонд Бутаян. С чем мы его и поздравляем. Видно, да, эмоции на лице Эдмонда. Уважаемые друзья, в нашем зале присутствует прославленный советский боксер, пятикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук Василий Шишов. Самара. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...